Борьба за кубок по перетягиванию каната развернулась сразу среди семи команд подразделений Общества Роснефт-Сахалинморнефтегаз и сервисных предприятий Северо-Островного региона. В составах команд специалисты самого разного ранга от рабочего до руководящего звена. Всего порядка 50 человек вышли в этот день на стадион Торнадо. Среди них как любители, так и мастера высокого класса. Имеется в виду члены сборной Сахалинморнефтегаза, которые с года в год занимают лидирующие позиции на всероссийском этапе Спартакеады. По сравнению с прошлым годом массы команд существенно увеличились. Существенно увеличились. По массе даже есть явные фавориты. Посмотрим, как у них это получится. Спасибо, что откликнулись, что приняли участие в этом турнире. Надеемся, что он будет очень интересен. Спортсмены показали яркую, динамичную борьбу, слаженные действия, а также стремление к дружеским отношениям во время соревнований. Не обошлось, правда, без ссадин и ушибов, как необходимого дополнения к спортивному соперничеству. Определяющим звеном в тактике команд стала сыгранность и самоотверженность. Соревнования прошли успешно, удачно, в нашу пользу тоже удачно. Значит, наша команда по ДНГ заняла третье место по предварительным подсчетам. Значит, ну, слаженность, дружная команда. Ну, конечно, немножко не тренировались, как обычно у нас всегда немножко заняты. Собрались духом, ну, и показали себя. Следующий этап у нас вроде бы как по графику, по плану, это бассейн, плавание. Также собираем сейчас команду, юноши, девушки. То есть команда уже практически в сборе. Ну, там немножко подобрать еще пару женщин. И думаю, тоже выступим удачно. Пока идем на первом месте общей команды ОПУ ДНГ. Показали самую лучшую борьбу спортсмены «Роснефть» «Бурение». Они и стали победителями турнира. Второе место у работников УМНГ, третье у спортсменов обособленного подразделения управления добычей нефти и газа. В этом необычном виде спорта сахалинские нефтяники преуспели особенно. Уже несколько лет на всероссийских этапах корпоративной спартакиады «Роснефти» наши входят в число лидеров. И в этом году планируют стать, если не первыми, то обязательно взять призовое место. А что касается результатов внутренней спартакиады, после девятого ее тура на первом месте управления добычей нефти и газа, второе и третье делят команды ОМНГ и аппараты управления общества «Роснефть» Сахалинморнефтегаз. У них одинаковое количество очков.